Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. На что пойдут 515 миллионов рублей, которые пополнили бюджет города? С этим депутаты определились сегодня на сессии городского собрания. На владельца одного из сочинских дельфинариев завели уголовное дело. Он обвиняется в незаконной добыче афалин. Кругом, гребенкой и в условиях плохой видимости водолазы Росгвардии потренировались в Сочи. Музыка, яхты и фестиваль красок в Сочи отметили День молодежи. Развитие российских дорог обсуждали в Москве, в Кремле под руководством президента страны Владимира Путина. Накануне прошло заседание Государственного совета. Участие в нем приняли федеральные министры и руководители регионов. Среди них и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Открывая совещание, глава государства заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало, хотя общая протяженность автомагистрали высшей первой категории за последние четыре года увеличилась на 2500 километров. Однако показатели удалось повысить за счет федеральных трасс. Доля таких дорог регионального значения пока не дотягивает даже до половины, отметил президент. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитываю на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загадя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания, улучшить качество и безопасность дорожной инфраструктуры края сегодня позволяет реализация профильного национального проекта. Планируется, что в этом году в регионе обустроят 238 километров дорог. Это в том числе и те магистрали, которые входят в Краснодарскую, Сочинскую и Новороссийскую агломерации. Повышение безопасности трасс сегодня одна из главных задач нацпроекта, уверен губернатор. Здесь принцип самый главный в том, что мы должны создать системы, системы безопасные для того, чтобы автотранспорт любой ездил по этим дорогам. Системы безопасные в первую очередь, и это сегодня приоритетно. Поэтому здесь, конечно, качество дорог, разъединительный бордюр, так, чтобы потоки не пересекались ни в коем случае, чтобы не было лобовых столкновений. То, что сегодня максимально приводит к летальным исходам, то ведь страшны не ДТП, не дорожно-транспортные происшествия, а количество погибших в них и сильно травмированных. Вот, что сегодня тревожит. Напомню, что в этом году объем дорожного фонда Краснодарского края составляет более 30 миллиардов рублей. На эти средства, в том числе, планируется отремонтировать более 600 километров региональных трасс. Указом президента на Кубани назначен новый председатель Краснодарского краевого суда. Алексей Шипилова сегодня представил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В торжественной церемонии участие принял полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Внямин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. После окончания Белгородского государственного университета Алексей Николаевич работал в прокуратуре, затем судьей одного из районных судов города Белгорода, затем в течение уже почти 9 лет он председатель Белгородского областного суда. За время работы Алексей Николаевич проявил себя хорошим организатором, высокопрофессиональным юристом. Внямин Кондратьев в свою очередь отметил, что перед новым председателем краевого суда стоит много важных и нелегких задач. Роль принимаемых вами решений она огромна. К краю необходима сегодня принципиальная позиция судебной власти по многим вопросам. В частности, это самый главный сегодня вопрос, который вызывает определенные возмущения общества. Это вопрос обманутых дольщиков, безусловно. Принципиальная позиция по вопросу самостроев, потому что без позиции судебной власти здесь мы эту проблему никогда не преодолеем. Незаконная застройка территории, зеленых зон, ну и коллеги притворных сделок, они тоже сегодня имеют место быть. И поэтому я думаю, что здесь все вместе объективность судебного решения, принципиальность, она поставит точку в этих всех проблемах. Борьба с самостроями – одна из острых проблем в регионе, решать которую необходимо общими усилиями властей и судейского корпуса. За полгода на Кубани муниципалитетами подано 177 заявлений о сносе незаконных объектов. Еще один долгострой завершат в этом году в Геленджике. Жилой комплекс «Солнечный» в микрорайоне Северном обещали сдать в эксплуатацию еще в 2016-м, но квартиры до сих пор не готовы. Проблемный объект посетил первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко. Он подчеркнул, администрация города-курорта и новый инвестор уже утвердили график всех работ. Строители трудятся с опережением и к концу 2019-го люди должны въехать в долгожданное жилье. Процесс возведения под личным контролем держит глава региона, местные власти и прокуратура. Я думаю, что вот здесь вам проблем никаких больше не будет. Да, пожалуйста, возьмите нашу стройку на четкий контроль, чтобы мы больше не переживали. Просто приезжать и субботники здесь самим проводить, чтобы не переживать. Не переживать, все будет хорошо. А после Андрей Алексеенко провел выездное совещание Межведомственной комиссии региона по решению проблем обманутых дольщиков. Обсудили самый крупный долгострой Кубани на 2500 семей. Он находится в Новороссийске и должен был стать полноценным жилым комплексом два года назад. Но компания, которая взялась возводить многоэтажки, надолго увязла в судебных тяжбах. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь несколько месяцев назад. Завершением ЖК «Одиссей» теперь занимается автономная некоммерческая организация «Центр помощи участникам долевого строительства». Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию объекта запланировано на первый квартал 2020 года. Замглава региона поручил до пятницы утвердить график работы, а до середины июля решить вопросы с тех условиями на подключение коммунальных сетей. Обсудили ситуацию и с сочинским ЖСК «Русь». У него отозвали разрешение на строительство. Люди, вложившие деньги, остались ни с чем. Однако краевые власти приняли принципиальное решение – отстоять законные права дольщиков на их квартиры и объект завершить. В целом же проблема кубанских долгостроев постепенно решается, отметил замглавы региона. «Много объектов заходит в стройку или уже ведется завершение строительства. Есть решения, в том числе принципиальные, касаясь Сочи, по завершению строительства объекта и по регулированию проблемной ситуации. В принципе, хотелось бы отметить, что вместе с органами прокуратуры, ЗСК со всеми муниципальными властями, субъектом мы двигаемся к решению проблемных вопросов по обманутых дольщиков по Краснодарскому краю». Одна из главных задач краевых властей – решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2020 года. А благодаря новой системе финансирования возведения жилых домов, которая начнет действовать уже со следующей недели, подобных проблем больше возникнуть не должно. На что пойдут 515 миллионов рублей, которые пополнили бюджет города, с этим депутаты определились сегодня на сессии Городского собрания Сочи. В этом году за счет дополнительных крупных поступлений городской бюджет увеличился почти на 3 миллиарда рублей и теперь составил около 14 миллиардов. Средства поступают благодаря участию Сочи в государственных программах по софинансированию крупных проектов, например, строительство школ и детских садов. Так в этом году будут достроены еще 3 детских сада. «Сегодня 262 миллиона рублей из поступивших средств это на окончание строительства трех пристроек к детским садикам по улице Абрикосовой, по улице Труда и Орел-Изумруд». Продолжится финансирование по программе переселения из ветхого аварийного фонда. 100 сочинских семей в этом году получат новые квартиры. 27 миллионов рублей направят на ремонт футбольных полей, которые после чемпионата мира по футболу переданы в муниципальную собственность. «Теперь нужно их отреконструировать, потому что там было поле временное только для тренировок, а сейчас нам нужно это стабильное, хорошее поле. На это выделено, и кроме того, на этих двух полях будет еще построено два комплекса спортивных сооружений для сдачи норм комплекса ГТО». 71 миллион рублей поступил в бюджет на развитие курортной инфраструктуры. Эти средства пойдут на благоустройство прибрежных территорий. 24 миллиона рублей город получил по программе «Комфортная городская среда». Уже в этом году в Сочи появятся четыре новых сквера. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На владельца одного из сочинских дельфинариев завели уголовное дело. Он обвиняется в незаконной добыче краснокнижных афалин. Такое продолжение получила история двухлетней давности, когда пограничники вместе с коллегами из краевой прокуратуры вскрыли факт браконьерского вылова дельфинов. Оперативники установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области. При проверке были обнаружены три нелегальных дельфина, две взрослые особи и, со слов директора дельфинария, их детеныш. При этом владелец не смог документально подтвердить свое право на содержание животных. В рамках уголовного дела вскрылись и новые подробности, а с ними появились и новые фигуранты преступления. Подтвердить их причастность поможет назначенная генетическая экспертиза. Ее проводят сотрудники Московского научно-исследовательского института, привлечены и специалисты Краевого департамента ветеринарии. ДНК исследования морских млекопитающих в регионе проводится впервые. Оно позволит подтвердить родство обнаруженных дельфинов. В дальнейшем такая практика позволит правоохранителям выявлять недобросовестных владельцев дельфинария, в которой выдают диких дельфинов, зарожденных в неволе. Водолазы Росгвардии потренировались в Сочи. На курорте прошло четырехдневное комплексное занятие с сотрудниками водолазных подразделений, дислоцированных в Крае. Военнослужащие отработали навыки движения в воде и передачу сигналов, а также поиск предметов на грунте различными способами. Необходимо было отработать и групповые действия в воде в условиях ограниченной видимости. Водолазы сначала выполнили тренировочные спуски в барокамере, потом все практические занятия проводили в морской акватории у мысовидной. Командиром спусков был назначен капитан полиции из Сочинского ОМОН. Инженер-сапер, который более чем за 10 лет в профессии провел под водой 900 часов. Задача – поиск на грунте с помощью гребенки. Разбиваемся по двойкам, проводим обследование акватории, докладываем об обнаруженном. За несколько дней участники сбора совершили около 50 погружений и завершились занятия спусками под воду в вечернее время. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 28 июня в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 24, плюс 26. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Компания «Соуд» приглашает на выставку православия. Монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встречи с духовенством, православные товары, постная трапеза, мед. С 25 по 30 июня гранд-отель «Жемчужина». И к другим новостям. В Краснодаре наградили победителей и призеров ежегодного губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов премия IQ года. Дипломы талантливым студентам и преподавателям вручила вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова. В этом году лучшими стали работы 15 человек. Их идеи способны изменить сферы транспорта, строительство и ЖКХ, вывести на новый уровень охрану окружающей среды и найти альтернативные источники энергии. Куратор соцблока отметила, число тех, для кого инновации и нанотехнологии стали увлечением всей жизни, на Кубани растет. Многие из присутствующих в зале не просто придумывают современные аппараты и методики, но уже тестируют их в разных сферах. А изобретения по качеству могут конкурировать с разработками ученых с мировым именем. И для того, чтобы объединить весь интеллектуальный потенциал студенчества региона, необходимо создать межвузовский научный центр, подчеркивает вице-губернатор. Мы сегодня, опираясь на молодежь, должны в том числе стать и территорией новых смыслов, территорией новых проектов, новых открытий. Конечно, мы должны создать межвузовский центр научный, чтобы у нас не было этих перекосов, когда вот так мы случайно узнаем, что коллеги, скажем, из другого университета занимаются той же темой. Здесь нужно объединять усилия совершенно точно, не ждать, когда к нам будут приезжать различные университеты. Да, пусть они приезжают, мы у них поучимся, безусловно, но свой межвузовский научный, именно научный центр у нас должен быть, где все разработки будут обсуждаться, создаваться. На встрече обсудили проблемы, с которыми сталкиваются студенты, когда они непосредственно начинают работать над проектами. Среди основных – поиск источника финансирования. Есть проекты, которые, скажем так, по тем или иным причинам, могут быть либо по географическому расположению неактуальны, то есть для данного региона, а для другого актуальны. И здесь возникает проблема в том, что как связаться с предприятиями. Начинаешь расписывать всем предприятиям и получаешь отклик только определенно. Площадкой для обмена информацией между разработчиками и инвесторами может стать форум. Студенты предложили проводить его в рамках конкурса «Премия IQ года». Участниками станут и студенты, и преподаватели, и бизнесмены. Это позволит не только подробно рассказывать об изобретениях, инвесторы смогут выбрать интересную для себя разработку и вложить в нее деньги. Анна Менькова такую инициативу поддержала и дала поручение Министерству образования продумать формат такой встречи, чтобы уже в ближайшее время те, у кого есть идеи, и те, кто готов их воплощать в жизнь, встретились на одной площадке. Сегодня в России отмечали День молодежи. В Сочи по традиции самых активных и целеустремленных наградили почетными грамотами за вклад в развитие города. Также в программе мероприятия – музыка и яхты. А вот подробности узнаем у Инги Габешия. Какой молодежный праздник без музыки, еще и на фоне Черного моря. Несмотря на официальный характер мероприятия, праздник для молодых получился прикольным, говоря на их же сленге. Для ребят с активной жизненной позицией, умных, инициативных, энергичных организовали мини-концерт с участием популярных сочинских артистов. Ну а официально молодежь поздравили представители городской власти. От имени главы города к ребятам обратилась вице-мэр Марина Бролюк, отметив, что молодежная политика в Сочи – одно из приоритетных направлений. Я понимаю, что это лучшая молодежь города Сочи. И поблагодарить вас за все те прекрасные инициативы, что вы продвигаете. Это волонтерское движение широчайшее. Это работа молодежного совета при главе города Сочи. Это бесчисленные, многочисленные и разнообразные добрые инициативы. Это десант, согрение сердца ветеранов, все остальные акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Это юнармия и все остальные наши патриотические движения. Это КВН. Молодость – это когда солнце светит ярче и только для тебя. Это беззаботный период жизни и в то же время период принятия решений и самореализации. Чем и занимается сочинская молодежь. Среди юношей и девушек отмечено стремление к здоровому образу жизни. Снизился уровень безработицы. Многие ребята входят в число победителей, призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. Да и в целом участвуют в жизни города, будучи членами студенческих и ученических советов или общественных движений. Как, например, Тарас Войков – лидер движения за здоровый образ жизни. Именно он вводит в Сочи моду на воркаут. То, что было раньше, сравнивать, десятый год, когда я начинался, и то, что сейчас, когда я иду в магазин и вижу очереди на турник, это, конечно же, мотивирует. Я в 8 лет занимаюсь популяцией, развитием спорта, не только воркаутом, но и различных акций, таких акций. Все, все акции «Смой победы», «Семирный день победы», «Одивания всероссийской». А вот Станислав – представитель творческой молодежи. «Золотой голос» – улицы Новогинской. Так его прозвали сочинцы и гости города. Молодой человек – профессиональный музыкант. Сегодня его благодарят за участие в городском фестивале «Карнавал лета». Встречи же с поклонниками у Станислава практически ежедневно проходят в самом центре Сочи. Мне кажется, что люди становятся веселее, а настроение поднимается. Нам это говорят сами люди, когда подходят к нам, благодарят после выступлений. Да, мы вносим какой-то вклад, пусть небольшой, но в то, чтобы стало чуть веселее. Для этого и нужны артисты, которые выходят на сцену и что-то принесут людям. Мой совет школьникам и всем детям – бросайте все свои телефоны, бросайте все свои компьютеры и занимайтесь просто творчеством. Занимайтесь каким-то делом, спортом, все что угодно. Только не сидите дома, гуляйте, бегайте, прыгайте, плавайте, раскрывайте свои таланты, ищите себя. Это самое главное. Праздник отмечали на фоне моря, поэтому главный сюрприз сегодня приплыл. В честь праздника в море вышли яхты. На борту все те же – активные, умные, целеустремленные. Вы нас слышите? Привет! С праздником! Была у праздника и вторая часть, но уже на суше в честь Дня молодежи в Сочи прошел фестиваль красок. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Ранняя диагностика и системный подход. В Сочи специалисты со всего края обсуждают проблемы реабилитации детей-инвалидов. Сегодня первый день работы регионального межведомственного семинара. Подобный семинар с участием краевых министерств, труда и соцразвития, здравоохранения, образования, молодежной политики проходит в Сочи уже третий год подряд. Главная задача – обобщить весь имеющийся в регионе опыт реабилитации детей-инвалидов. Специалисты отметили – число детей с особенностями развития увеличивается, и этот рост связывают с улучшением качества диагностики. Крайне важно поставить правильный диагноз как можно раньше. Раннее выявление проблемы и своевременное оказание помощи может предотвратить даже установление инвалидности для ребенка. И медики говорят о том, что уже не только в перианатальном, но и в неанатальном периоде уже надо понимать, какая помощь нужна родившемуся ребенку. На Кубани проживают более 25 тысяч детей-инвалидов. По количеству государственных реабилитационных учреждений край занимает одну из лидирующих позиций. Это третье место после таких мегаполисов, как город Москва и Санкт-Петербург. В Крае 33 учреждения, которые работают с инвалидами. Важно, отметили участники совещания, включать в процесс обучения и социальной адаптации детей и их родителей. Так в Сочи, например, семьи, воспитывающие особенных ребят, объединяются в общественной организации. Таких в городе уже пять. Добавлю, что в Сочи сегодня 1887 детей-инвалидов. Юных сочинских патриотов научили, как выживать в полевых условиях. Воспитанники военно-патриотических клубов и отрядов юнормии отправились в поселок Катково-щель. Там развернулся передвижной палаточный лагерь. На территории турбазы Ореховая развернулись десятки палаток. 25 команд, 250 человек. Эти ребята весь год активно участвовали в городских патриотических мероприятиях. Теперь пришла пора показать, чему научились, а заодно узнать нюансы у специалистов. Бойцы Росгвардии рассказали, как правильно наладить связь в лесу, оказать первую помощь при разных видах травм, а также защитить себя от возможной химической атаки. Ребята не просто подержали в руках инвентарь, а сдали нормативы по одеванию химзащиты и сборке-разборке оружия. Больше всего мне и моему отряду понравилось то, как нам рассказывали про военную медицину. То есть, действительно, это было очень интересно, в мельчайших подробностях. И мы смогли практиковаться. Подготовку ребят специалисты оценили. Бойцы Росгвардии – частые гости и в детсадах, и в школах. Многие детишки, которые даже сегодня мы задаем вопросы, они уже непосредственно отвечают на вопросы, уже видна их подготовка, также видна их подготовка как и по строевой подготовке, так и, естественно, в знаниях теоретических. Патриотическая смена в палаточном лагере проходит уже второй год. И, судя по обоюдному интересу, станет регулярной. В целом, за лето лагерь намерен принять тысячи юных сочинцев. Разнообразные программы рассчитаны на четыре дня. Расписана программа дня буквально по минутам. И это не только интересные мастер-классы. Это и игры. Это и игры по пересеченной местности. Это и занятия по дисциплинам. То есть много очень всего интересного. И это интеллектуальные игры, что тоже немаловажно. Уже в эту субботу в лагерь приедут юные любители гор. Ученики с шестого по десятый класс. На турбазе пройдут городские соревнования по спортивному туризму. В Сочи прошла презентация студенческой хоккейной лиги. Ее провели для участников программы «Твой шанс». Напомню, в Сочи прибыли полсотни юных хоккеистов, которые хотят попасть в молодежные клубы. Конечно, попасть в профессиональные клубы повезет не всем. Но без хоккея эти ребята себя не мыслят. Поэтому было решено организовать программу «Учись, играй, стань лучше». Она позволяет хоккеистам получать высшее образование и выступать за студенческую команду. Сейчас в студенческой хоккейной лиге выступает более 90 команд из 32 субъектов Российской Федерации. Здесь для участников программы «Твой шанс» с презентациями выступили представители пяти ведущих команд. Они были отобраны на конкурсной основе. Каждый из представителей команд отдельно остановился на тех возможностях, на тех привилегиях, которые ребята получают, став частью этих команд. Учебные заведения, при которых есть команды студенческой лиги, предоставляют выгодные условия поступления и обучения для молодых хоккеистов. Их команды, как и профессиональные клубы, проводят предсезонные сборы и ежедневные тренировки. Имеют всю необходимую инфраструктуру для подготовки и участия в международных турнирах. Студенческая лига, ни в коем случае нельзя назвать ее любительская. Ребята играют без контрактов, они играют просто за обучение. Поэтому она не считается профессиональной. С нашей командой ребята уезжали в том году, у нас уехал, мальчик в ВХЛБ попал. Отыгрался в ВХЛБ, сейчас едет в ВХЛА на сборы. Молодых хоккеистов также ждут в экономическом университете имени Плеханова, Тамбовском госуниверситете, химико-технологическом университете имени Менделеева и училище Олимпийского резерва в Новомосковске. Сегодня программа «Твой шанс» в Сочи завершается. Точкой станет так называемый выставочный матч на рядовой арене «Шайба». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok